Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Продолжаем тему гениальные шашечные комбинации. И это уже четвертый выпуск. Для начала рассмотрим анализ мастеров Бочарова и Куклеева 1971 года из дебюта косяка. СБ4, БЦ5, БЦ3, ФГ5, БА5. Черные меняются на поле Б4. Косяк с разменом на Б4. Далее СД4, БА3, ЖФ4. ЖФ6, АБ2. И черные делают такой провокационный ход АЖ7. Белые сразу же пытаются связать левый фланг черных. И черные этому препятствуют. Нападают. Надо меняться. БЦ3, бой, бой. Ну и в этой позиции все-таки преимущество у белых. Позиция за белых более приятная. В этой позиции черные ошиблись. Они сыграли СБ6. Ну, в принципе, в этой позиции можно было сыграть, допустим, АБ6. Ну и не бояться хода ЖХ4. Провести затем двойной размен. Вот такой. И не боимся комбинации СБ2, бой и ЕФ4. Потому что вроде бы белые прошли в дамке, но их дамка тут же будет поймана. Играем СД6. Ну и грозит ФЖ7 неминуемая. Видите, на любой ход. А если белые, допустим, уйдут на поле Ф6, тогда уже дамку пловим таким образом. Ну и здесь уже у черных преимущество. Ничья еще есть, но позиция белых неприятная. Смеча еще была. Ну, черные решили разменяться в этой позиции СБ6 и разменялись на Б6. Все вроде бы логично. Центр белых окружается, но черные здесь не учли комбинационных возможностей белых. Далее, ЖФ2 последовало в партии, Б5. И белые вывалились на поле ДЦ5. Обратите внимание, что в этой позиции уже нельзя играть БЦ7. Из-за того, что белые проведут комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые начинают и выигрывают. СБ2. Загоняем черных дамки. Затем играем ДЕ5. Отдаем две шашки. Затем играем ДЦ3. Бой, бой. Ну и как бы черные здесь не побили, без разницы. Затем играем ЖФ4. Бой. Ну и белые собирают богатый урожай. И выигрывают. То есть это была такая задумка у белых первая на ход БЦ7. Но если черные здесь играют БА5, тогда уже играем ДЦ5 смело. Ход кажется невозможным. То есть шашка Ц5 находится под угрозой. Например, после хода БЦ7 кажется, что она неминуемо гибнет. Но белые здесь предусмотрели тоже красивую комбинацию. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Не расстраивайтесь, если у вас ничего не получится. Комбинация действительно сложная. Играем ЦБ6. Бой. Затем ЦБ4. Загоняем черных в дамки. И здесь надо сделать такой необычный прием. Отдаем шашку ФЕ5. И играем ЖФ4. Как комбинация с подвы подвертом. То есть черные вынуждены бить дамкой. Поймали первую дамку. Бой. И затем отдаем еще две шашки. То есть черных загоняем в дамки. И затем снимаем четыре шашки черных и дамку. И видите, одна дамка белых легко справляется с тремя шашками черных. Обрезаем черных по двойнику и легко выигрываем. Такие интересные анализы мастеров Бочарова и Куклеева. Следующая позиция. Концовка мастера по имени Демишев. Созданная в 1957 году. Очень красивая тема. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Она начинается тихим ходом. Делаю подсказку. Очень сложная. И друзья, будьте внимательны. Рассчитывайте ее до конца. Потому что можете ошибиться. Там есть ложный след. Белые начинают и выигрывают ходом ЕФ4. То есть стоит угроза ФГ5. Другого нет. Приходится нападать. ФЕ5. Теперь белые отдают две шашки. ФЕ3. Надо бить. Затем отдают еще одну шашку. ФГ5. Бой. Отдают еще две шашки. И пропускают черных дамки. ЦД2. Бой. И здесь многие из вас, наверное, кто нашел комбинацию, все-таки сыграли в уме ЕФ2. Этот ход ведет лишь к ничьей. То есть черные бьют. И видите, белые вынуждены бить. Допустим, по такой траектории. И видите, приходится бить через поле Ф6. И затем сюда. То есть мы два раза перепрыгнули через одно и то же поле. И при проведении комбинаций в русских шашках можно дважды перепрыгивать через одно и то же поле. Но нельзя, друзья, побить вот таким образом. То есть, видите, нельзя побить через поле Ж5. Вот даже, видите, покажу. По такой траектории нельзя побить. Потому что белым, видите, мешает вот эта вот дамка. Мы ее срубили, но единицы соперника, да, они снимаются только после удара. Поэтому так бить нельзя. И приходится бить сюда. Ну и здесь ничья уже. То есть черные играют сюда. Тогда сюда надо играть, не давать пройти в дамки. Черные отдают шашку. Ну и здесь ничья даже без шашки опять черных. То есть черные либо обрезают шашки белых от похода в дамки по тройнику, либо обрезают шашки по косяку. Ну и соответственно, либо занимают большую дорогу. Ничья. А все-таки в этой позиции был красивый выигрыш. То есть Е4 еще раз. ФЕ5. ФЕ3. Бой-бой. ФЖ5. Бой. СД2. Бой. И здесь надо сделать очень тонкий и труднонаходимый ход. АСЖ3. Теперь как бы черные не побили, мы играем Е2. Бой. Ну и здесь уже красиво снимаем, получается, 6 единиц соперника. И видите, шашка Ж1 выигрывает шашку H2, а дамка обрезает шашки белых от похода в дамки по большой дороге. Вот такой очень красивый выигрыш. Следующая позиция из партии Троицкий и Титович, сыгранная в 2008 году. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Здесь есть очень красивый вложенный след, в который белые и угодили. То есть они считали, что выигрыш возможен после хода ДЦ5. Бой-бой. Ну и здесь, видите, черным просто некуда играть. То есть единственный ход ФЖ5. Ну и здесь белые проводят такой симпатичный ударчик. То есть отдаем шашку вот таким образом. Затем нападаем сразу же на 3. Ну и худо-бедно с двумя лишними шашками белые здесь побеждают. Поэтому белые думали, что они здесь легко выигрывают. И сыграли в этой позиции ДЦ5. Бой-бой. Черные долго думали, но все-таки нашли ничью. Очень красивый, труднонаходимый ход ЕДЦ4. Ну здесь, по сути-то, деваться черным некуда. И обратите внимание, что у белых есть сколько вариантов боя. Первый. Второй. Третий. Получается, да? Раз, два, три. Три варианта боя. Но, нет, даже четыре. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Да, получается четыре варианта. Ну давайте рассмотрим все четыре варианта. Три из них, как ни странно, проигрывают, а только один ведет к ничьей. То есть, ну, во-первых, бесполезно бить таким образом. Черные просто попадут в дамки и легко выиграют. Так, это отметаем. Второй вариант боя тоже довольно-таки простой. Черные бьют на поле Б2. Белые вынуждены бить. И черные побьют на поле Д4. Ну и затем грозят выиграть шашку Б4. Также у черных легкий выигрыш. Третий вариант боя кажется, что ведет к ничьей. Вот такой. Но здесь черные красиво выигрывают. Обратите внимание, что в этой позиции еще у черных роздых. Следующим ходом они обязаны бить шашку С5. Но, тем не менее, белые здесь не могут достичь ничьей. Ну какие варианты возможны? Видите, ставить дамку нельзя. Потому что она будет тут же поймана в петлю. Видите, такой выигрыш. Это первый вариант. Второй вариант, если поставить на поле Ф8. Тогда черные бьют. Дамкой бить нельзя. Поэтому белые бьют. Но черные здесь тоже побеждают. Играем АЖ3 в бой. И затем играем Ж4. И черные выигрывают. Ну, наконец, последний ход. Если белые, допустим, закрываются. Здесь тоже черные красиво выигрывают. Тоже есть такой симпатичный ударчик. Отдаем одну шашку. И затем играем красиво Е6. Обратите внимание, что в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. То есть, если белые бьют сюда, ну, как играть? БЦ5, допустим, БЦ7. Сюда. Допустим, не знаю, сюда, сюда, сюда. Черные легко выигрывают. Если бить, допустим, в эту сторону, тогда черные бьют две шашки. Ну, и, допустим, на ход Б5 просто откидываем одну из шашек белых. И обрезаем белых от похода в дамки по двойнику. Такой симпатичный выигрыш. Ну, и, наконец, главный вариант. Если белые бьют G3 на G7, здесь все-таки у белых есть ничья. То есть, черные вынуждены бить. Белые бьют. Черные бьют. И, видите, снова создается розыск. Но здесь уже белые ставят дамку. И партия благополучно заканчивается ничьей. Потому что черные занимают большую дорогу. А где же, спросите, был выигрыш? А выигрыш был довольно-таки простой, но симпатичный. В этой позиции вместо хода DC5 надо было сыграть и F2. Ну, и теперь у черных единственный ход. DC7. Тогда подрываем пункт F6. Бой. Ходом F3. Видите, выбили важную шашку F6. И белые осуществляют такой сквозной удар. То есть, бьем на D8. Шашка превращается в дамку. И затем бьем до конца на поле G1. С выигрышем. Ну, наконец, последняя партия на сегодня. Она была сыграна в далеком 1928 году. Шашистом по фамилии Суслик. И знаменитым шашистом Борисом Марковичем Блиндером. Неоднократным чемпионом СССР. CD4. FG5. GF4. GF6. Ну, и в этой позиции лучше всего играть либо АЖ3, либо БЦ3. С примерно равной игрой. Белые решили отклониться от борьбы. И поставили тычок. ДЦ5. Бой. 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 Черные бьют на Е3. И здесь, как бы белые не побили, у черных будет инициатива. То есть, если белые побьют сюда, тогда играем таким образом. И видите, шашка черных С5, тычок, подвержена окружению за счет того, что у черных очень сильная шашка на поле Е5. Здесь идет сильное окружение у черных преимущества. Поэтому белые побили в эту сторону. Ну, и в этой позиции обычная игра от FG7. Затем меняется на поле Е5. И шашка С5 также подвержена окружению. Но здесь особо интересной игры нет. То есть, здесь позиции довольно-таки скучные. А такой большой мастер, как Борис Баркович Блиндер, конечно, решил обострить игру и сыграл FG5. Белые играют HG3, занимают центр. Черные играют HG7, развивают свой сильный фланг. Белые играют DE3. GF6, GF4. GH4. Ну и вот здесь белые сдвигают золотую шашку. Наверное, все-таки надо было как-то, может быть, CD2 сыграть. Белые сыграли EF2. Ну, в принципе, можно и EF2 сыграть. И черные сыграли FG5. Центр у белых. Видите, у них нет отсталой шашки H2. Но, тем не менее, есть отсталая шашка 1. Кроме того, отсутствует важная шашка на поле E1. И, видите, здесь возможны комбинационные идеи. Далее в партии было Bc3. Белые развивают свой сильный фланг. Левый фланг EF6. CB2. И черные сыграли CB6. Очень тонкий ход на окружение игра. И здесь белые ошиблись. BA3. Ход кажется безобидным. Но, тем не менее, он красиво проигрывает. Черные провели очень красивую жертву. Но, последствия которой рассчитали на много ходов вперед. Fe5. Видите, в эту сторону бить бесполезно. Потому, что белые останутся без шашки. Посчитайте. У белых 6 шашек. У черных 7. Поэтому белые вынуждены бить на поле D6. Теперь черные разменялись на поле F4. И грозят, видите, либо сыграть Fe3, либо FG3. Белые не могут этому сопротивляться. И играют AB4. И здесь черные красиво играют Fe3. И выигрывают во всех вариантах. Если белые играют, допустим, AB2. Тогда черные проводят вот такую комбинацию. Также можете поставить видео на паузу. Давайте разверну. Чтобы вам было удобнее смотреть. Черные здесь проводят следующую комбинацию. Играем HG3 бой. Затем играем DE7 бой. И видите, разбиваем полностью позицию белых. То есть, бьем сперва на D4. А потом прорываемся в дамки. Ну и легко выигрываем. Первая тема. Если белые не попадаются на эту комбинацию, играют B5, допустим. Тогда черные проводят здесь вот такую комбинацию. Делаем присоску HG3. Ну или так называемый контур-удар. Кому как больше нравится. Мне больше нравится присоска. Белые вынуждены бить на поле H4. Ну и теперь играем DC7. Белые вынуждены бить на поле F2. И теперь вначале бьем на поле E5. Белые бьют на C7. И затем черные снимают 3 шашки белых. Прорываются на преддамочное поле. И легко выиграют. Вот такие красивые идеи от шашечных гениев. Вы сегодня посмотрели. Если вам понравилось данное видео. Обязательно ставьте большой палец вверх. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.